Как клинический случай у пациента с мышечно-неинвазивным раком мочевого пузыря? Позвольте не останавливаться на диагнозе, он будет раскрыт в ходе представления клинического случая. Впервые пациент выявил примесь крови в моче, в связи с тем и обратился по месту жительства. Пациенту было выполнено дополнительное обследование в виде ультразвукового исследования мочи, по данным которого было выявлено образование до 28 мм. Далее была проведена цистоскопия, по результатам которой было выявлено опухолевое образование, располагающееся по правой боковой стенке нежно-ворсинчатой структуры, контактом кровоточащая размерами, идентичным с ультразвуковым исследованием. Повторное исследование в виде более расширенного анализа по данным магнитно-резонансной томографии было также подтверждено наличие опухолевого образования размерами до 2,5 см. Далее с результатами исследований пациент обратился во учреждение Национальный медицинский сельский центр имени Николая Николаевича Петрова. Пациенту была выполнена трансуртеральная резекция стенки мочевого пузыря с применением фотодинамической диагностики, которая сейчас представлена на видео, с последующим выполнением лазерной эндблок-резекции. Данный метод лечения был выбран в связи со близким прилежанием опухолевого конгломерата кустью правого мочеточника и с целью того, чтобы обеспечить полноценное отхождение тканей и более глубокой резекцией без повреждения ранее указанной структуры. Указано послойное исечение с выделением границ опухолевого образования. Далее будет выполнена повторная оценка с фотодинамической диагностикой выполненных полноценных краев резекция, а также исключение остаточных опухолевых тканей. По данным гистологического заключения у пациента было выявлено популярная уротелиальная карцинома height-grade, но, к сожалению, мышечность ластенки по каким-либо причинам не была представлена. Объяснение от бестолгов не было получено. Производится конечное истечение опухолевого образования, достаточно глубокий срез. При повторной оценке данных за перфорацию не было выявлено. Видеодоказательства приобщены. Следующий слайд, пожалуйста. Благодаря. В связи с полученным результатом пациенту была повторно выполнена трансуртеральная резекция стенки мочевого пузыря. При повторной оценке полости мочевого пузыря также был выявлен очаг, расположенный дополнительно по левой боковой стенке, и также была оценена область предыдущей резекции. Результативно, по гистологическому заключению, мы получили наличие опухолевого образования в новом, выявленном очаге. Данная область предыдущей резекции была без опухолевого роста, также было наличие мочевого условия без патологических образований. В связи с данными результатами пациенту было предпринято проведение шести курсов внутрипозырной пациентной терапии. Перед этим пациент был консультирован уфтезиатора с целью противопоказаний для данного вмешательства, а также выполнен диаскент-тест. Период проведения терапии составлял от 01.07.21 по 05.08.21 с последующей оценкой выполняемого вмешательства. Но, к сожалению, по данным результатов цископии от августа 2021 года, у пациента был выявлен патологически измененный очаг со структурой подозрения на рецидив. В связи с этим пациенту выполнена дополнительная трансуртеральная резекция с целью исключения рецидива в данной области. Но по данным гистологического заключения было отмечено, что опухолевое образование в забранных тканях не было выявлено, и пациент был оставлен в дальнейшем под динамическое наблюдение с пролонгированным или поддерживающим курсом БЦЖ-терапии. Согласно нашим контрольным обследованиям, которые составляли из себя цистоскопию, трехкратное цитологическое исследование мочи и ультразвуковое исследование органов малого таза, данных за рецидив с периода с 2021 года по 2024 год не было выявлено, с чем пациент далее продолжает свое обследование и динамическое наблюдение. Благодарю за внимание. Никита Андреевич, спасибо большое за представленный материал. Два вопроса к вам, как к свидетелю. Не могли бы вы уточнить, сколько пациент получил поддерживающих курсов БЦЖ-терапии, и не могли бы вы объяснить, в связи с чем пациенту первоначально выполнялся ретур мочевого пузыря? Благодарю за вопрос. Отвечая на второй вопрос, согласно клиническим рекомендациям всем больным со стадии Т1, мы обязаны выполнение повторной трансартеральной резекции с целью исключения остаточной опухоли в мышечном слое. Отвечая на второй вопрос, относительно поддерживающий БЦЖ-терапию, она проводилась по программе СВОК. Это трехкратное ведение в неделю каждые три месяца, в течение 36 месяцев. Благодарю. Уважаемый присяжный, свидетель ваш. Свидетель, вот в вашем выступлении какая-то неточность закралась. Вы первый раз выполняли лазерный блок, а второй раз выполняли тур. Так все-таки какая методика лучшая, лазерный блок или тур? Благодарю за вопрос. Такой вопрос, конечно, каверзный. Безусловно, ну, все зависит от мастера. Какой инструмент у него в руках и как он владеет иным или другим методом вмешательства. Но в чем же хорош лазер? Ну, с моей точки зрения, это достаточно хорошая методика с целью даже коагуляции и выполнения видимых изменений. Когда мы выполняем резекцию электрокоагуляции, мы первично забираем непосредственно экзофитный препарат, а после выполняем резекцию дна. Здесь же мы забираем полноценный препарат, при котором мы видим полноценное его распространение на все стенки мячего пузыря. Судя по гистологии, неполноценно. Но мы после выполнили ретур области резекции. Ретуром получили полноценно, а лазером получили неполноценно. Иногда патоморфологи утверждают, что край резекции, который мы выполняем лазером, он, к сожалению, выгорает. И поэтому им тяжело оценить область резекции. Скажите, пожалуйста, по какой причине вы после подозрения на рецидив вводили доксорубицин? Благодарю за вопрос. На тот момент... Ну, это больше, наверное, административный вопрос, нежели по каких-то клинической арендации. Все пациенты проходили лечение в рамках ВМП, и поэтому мы обязаны были вводить пациентам доксорубицин. А что, в вашей клинике после удаления рецидива не вводится доксорубицин в первые 24 часа? После удаления рецидива? Нет? А в наши вводятся? В наши вводятся. Правду и только правду. В никаких клинических рекомендациях это не обозначено. Можно еще один вопрос? Я правильно понимаю, что после инблок резекции этот субисон вводился? Благодарю за вопрос, да. А как вообще относитесь в случае... Обратил внимание, что была глубокая перфорация стенки мочевого пузыря до клетчатки. Как относитесь в случае перфоративных таких вот, скажем так, дефектов к введению химиопрепаратов? Она была... Благодарю за вопрос. Она была введена достаточно отсрочно. Мы вошли в рамки 24 часов, оценивая непосредственно стенку мочевого пузыря. Также выполнялась ультрузаковая следовая пациента. И отсутствие каких-либо дезурических явлений и получение макрогематрии. Здесь, на данном слайде, на данном видео было показано прикрытое, грубо говоря, перфорация мочевого пузыря. Поэтому мы сошли все-таки ввести доксорубицин и ничего плохого пациенту не сделали. Спасибо. Еще один вопрос хотели? Последний. Ваша честь. Конечно, по вашим нарядам больше похоже на выпускников Ельского университета, но... Вы нас не уважаете, что ли, я не понимаю? Видимо, там вы были, а в суде быть не посчастливилось. Я бы перешел сразу к пояснению. Но за неуважение к суду штраф. Хорошо. Первое пояснение – это такое, что действительно, вот при такой инблок-резекции вероятность обнаружения детрузера, то есть мышечного слоя, подлежащего, ну, крайне мала. Почему? Потому что при инблок-резекциях, в данном случае тулевый лазер, я так понял, вы использовали, всегда необходима техника всего этого выполнения такая, что наполняется достаточно сильно мочевой пузырь, стенки растягиваются. И по вашему видео это четко отображается, то, что вы фактически, вы идете в пределах подслизистого слоя, а мышечный слой просто отслаивается. И то, что вот он, вы говорите, глубокая резекция, это не глубокая резекция, это просто расхождение мышц, вот и все. То есть поэтому, собственно говоря, скорее всего, подморфолог и не обнаружил это. А в отношении введения докса рубицина, медицина, я соглашусь с Александром Михайловичем, повторное введение при рецидивах, оно не имеет никакого смысла. И это абсолютно доказанная история. Спасибо. Развожу поправки. А вот вопрос доказательной базы по введению при рецидиве. Да, может быть, такое было. Как вы полагаете, пользуясь тем, что у нас еще есть, минутка, в чем принципиальная разница, ну, мне просто интересно, я же не эксперт во этих ваших медицинских проблемах, в чем принципиальная разница между эффективностью докса рубицина при первичной опухоли и неэффективностью при рецидиве, если это тот же самый рецидив, та же слизистая, там... Нет, если... Подождите, коллега. Вот почему, как вы полагаете, почему докса рубицин при рецидиве неэффективен, а при первичной опухоли одно введение эффективно? Если можно коротко и просто. Если коротко, то докса рубицин в принципе не показал хороших результатов в сравнении с тем же самым митамицином, если мы уже переходим на личности, что называется. Это первое. А второе, установлено, что каждый последующий рецидив увеличивает вот мультизачаточность в разы, как говорит мой директор. Поэтому возможно с этим и связано. Принято, спасибо. Продолжаем вам озвучить заключительное слово и вынести вердикт немышечно-инвазивному раку. Ну, прежде всего. Меня хорошо слышно, я надеюсь. Нет, у меня не будет презентации, потому что о том, что я буду здесь, более того, скоро я буду адвокатом, так что я все знаю теперь. Значит, уважаемые коллеги, дорогие друзья, важным вопросом является то, что мы никогда не победим, я так полагаю, на нашей жизни, совершенно точно рак мочевого пузыря. Перед тем, как вынести какой-то вердикт, или если это можно так назвать, я хотел бы изложить общее пожелание выступающим у нас здесь и адвокатам, и свидетелям. Уважаемые коллеги, друзья, попрошу не обижаться и не считать меня занудой или еще кем-нибудь. Было большое количество времени подготовиться к выступлению. Большое. Я прощаю опечатки, в том числе и себе. Неправильное написание терминов, включая название медицинских специальностей, здесь недопустимо. Если вам за пять минут сказали подготовить презентацию, здесь вам простят многое. От небритости до ошибок. Но если не менее трех месяцев на подготовку выступления, пожалуйста, будьте любезны. Нет, конечно, если вы хотите произвести впечатление и достичь перспективы небывалых высот. Опять же, не сочтите меня брюзгой. Я подозреваю, что в молодых ученых в следующем году я уже точно не попаду. Но, тем не менее, это просто пожелание на будущее, которое в свое время я услышал от, ну, в принципе, наверное, такого же зануды. Это что касается самих выступлений. Коллеги, добавите что-то? Переходим к самому процессу. К самому процессу. Значит, тот верховный судья, который мне неизвестен, составляя программу данного мероприятия, поставил практически всех нас, я имею в виду президиум, и в большей степени выступающих, в сложную и практически нерешаемую ситуацию, которой мы коснемся на метастатическом раке мочевого пузыря. Но могу приоткрыть завесу. Понятие альтернативы в быту и в медицине, они достаточно разные. Альтернатива в быту подразумевает антитезу, то есть противопоставление. Когда мы говорим об альтернативных подходах, и этот термин мы взяли, собственно говоря, из латыни, что означает «другой», в медицине это не альтернатива, это не «to be or not to be», это выбор между эффективными и менее эффективными режимами. И поэтому само наличие выбора при лечении немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря уже наличие альтернативы, согласитесь, это прекрасно. По какому бы пути не пошел наш с вами пациент, если этот путь будет выбран квалифицированными кадрами, если этот путь будет осуществлен от начала и до конца, что, быть может, имеет меньшее значение при немышечно-инвазивном мраке мочевого пузыря, но большее при мышечно-инвазивном, о чем мы скоро услышим, то тогда этот путь, каким бы он ни был, стандартным ли, альтернативным ли, завершится успехом и длительным безрецидивным периодом и хорошей общей выживаемостью. Собственно говоря, если вы этого добьетесь, вы будете просто молодцы, чего я желаю вам и, конечно же, себе. Что касается того, каков будет вердикт, он будет настолько же очевиден, как, собственно, на утреннюю яичницу, это то, что немышечно-инвазивный рак мочевого пузыря должен быть, должен лечиться в соответствии с существующими клиническими рекомендациями, а менее эффективные или назовем их альтернативные все-таки режимы допустимы после того, как вы внимательно подумаете о том, насколько они оправданы и каково соотношение потенциальной пользы и потенциального вреда. Я полагаю, так. Решение принято? Решение, несомненно, принято. Если кто не согласен, Верховный суд. Обращение в суд в более высших инстанциях. Решение. 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 Решение.